это уникальное место писательский поселок не знаю мы будем даже добиваться что это какой-то парковую зону сделали да про какое вы имеете к этому отношению кто вы кто я житель чего поселка да никто незачем не следит тут мусор просто тупо выбрасывается в лес то же самое в жаркое время все пожароопасно там спустись вниз там это все горы всего это это ничего не что не вывозится просто не вывозится все заброшено и вот прям припять вы сами на камеру сказали что здесь живут родственники есть лишних писать есть несколько вас послушайте вы не писать вы не писать вы не состоите в союзе писателей эта история началась еще в советском прошлом когда в ленинском округе московской области решением местного союза литераторов был учрежден пионерский лагерь со временем пионерский лагерь исчез а на его месте появились коттеджи в котором расположился дом творчества дом стал действительно домом для многих писателей здесь жили именитые советские литераторы причем жили именно на постоянке со своими семьями со своими родственниками но с развалом советского союза появились ушлые деятели которые создали одноименную организацию и объявили себя правоприемником советского союза литераторов воспользовавшись тем что не создали одноименную организацию они путем обмана государственных органов присвоили себе эти земли которыми пользовались на притяжении нескольких десятков лет до тех пор пока суд не восстановил справедливость и установил то что правоприемница никакая не правоприемница а просто одноименная организация вследствие чего все эти земли были изъяты и переданы федеральную государственную собственность по информации которая знаю эти земли принадлежат принадлежали ранее литфонду ссср затем перешли в росимущество и на данный момент здесь проживают жители потомки писателей сами так называемые писатели как правило из них там насколько я знаю писатели нет они находятся в данных домах кто не приватизировал незаконно сегодня весь этот поселок числится на базе росимущества однако само федеральное ведомство несмотря на то что заседание суда прошло два года назад до сих пор не предпринял никаких юридических действий для того чтобы узаконить эту землю постройки и навести порядок на этой территории канализация сбрасывается прям в лес отстойники разрушены все это сделано ну где сделалось более десяти лет назад люди которые здесь живут оказались фактически в юридической пропасти когда земля вышла из собственности вот это вот литературного какого-то союза писателей который по факту не имел никаких претензий на эту землю но сейчас она не принадлежит никому никто эту территорию не обслуживает никто не следит за коммуникациями никто не следит за состоянием дорог не осуществляет надзор за всеми постройками в том числе хозяйственные бытовыми которые здесь располагаются никто должным образом не обслуживает ни электроподстанцию не очистные сооружения при этом с людей продолжают исправно требовать деньги за обслуживание поселка вот в каком состоянии наши очистные сооружения канализационные за которые с нас требуют денег то есть отстойник обрушен вода канализация с участка тупо попадает в землю вот и нет да не попадает в очистные сооружения с нас требуют за это деньги за что я не пойму когда за территории нашего участка именно общая канализационная система просто обрушена разрушена десятки лет что видно просто по состоянию и нарушается экология все это попадает просто в грунт все больше никуда то есть мы своими силами на участке делаем себе канализацию потому что рассчитывать больше не на кого все потому что никто ничего не обслуживает те кто за это требует денег они это не обслуживает только голословно говорят о том что обслуживают но как бы факт на лицо все это видно эти деньги вкладываем в прошлом году вложили 200 тысяч на заплатки но старая дорога вся отверху дуни собственно сейчас собственно средств все обслуживаем скидываемся каждый месяц со всех с каждого и на этот счет и дорогу поправляем и заборы заходишь припять разруха ворот нету все криво далее за мне не нет а а там не ворота вот я понял там не ворот нас не хватает на все средства так послушайте послушайте здесь я сколько нахожусь здесь ничего не сделано за все это время давайте будем искренними откровенными послушайте дело сделано только асфальт нами к примеру асфальт вот этот весь асфальт смотрите вот вот это вот эта часть дороги по вашей дороге сделан нами за счет наших собственных средств на вы пожалуйста вот тут эти вот бабушки дедушки самоорганизовались объявили себя властью так называемый ну и папа факт ничего не делают вот только препятствует наоборот как-то привести все это в порядок что это наша земля это вот мы потомки наследники так далее хотя здесь никто из них не прописано до свидания результатами своей работы просто покажите с точки зрения майнинг фермы пойдемте посмотрим сервера с точки зрения с точки канализации посмотрим вашу это тоже точно самое самое что вместо нас писательская общественность попро поселок сюда вышел бы говорить про раб который обслуживает наш тюрьму здесь больше половины не писатели по факту в настоящий момент у них нет никаких прав не на то чтобы здесь жить не на то чтобы обслуживать данную территорию более того они еще и вступают в постоянные конфликты с теми собственниками которые получили здесь участки уже в 90 годах после распада советского союза и имеет все формальные основания здесь находиться яшня яшня за конфликт вот вы видите вы конфликтуете а я за то чтобы здесь был как бы порядок и все в мире жили я не решаю я не решаю я не решаю будет администрация президента решать будет ассоциация писатель ты чё будешь решать решаем в 90 годах уже прошла одна махинация когда литераторы путем создания одноименной организации попытались завладеть этой землей сегодня на наших глазах происходит снова похожая ситуация появляется некая ассоциация опять же этих каких-то литера литературоведов которая собирается изъять эту землю в свою пользу как это будет происходить никто ответить толком не может как будет осуществляться передача государственных земель из росимущества некой какой-то общественной организации непонятно откуда взявшиеся ассоциации никто тоже пояснить не в состоянии но при этом почему-то они уверены что ассоциация обязательно получит этот поселок свою собственность и начнет наводить здесь порядок собственность принадлежит сейчас она в казне в государстве а дальше будет как и принадлежала писатель будет писать писательской ассоциации если я правильно понимаю все развитие событий мы дождемся грешью раз ассоциация войдет в права мы в цену уберем эти столбы ну что же и столбы уберем и дорогой пользоваться не будете потому что вы понимаете что есть такая территория подъездная вот это тоже частное вот это тоже людям нельзя просто частное нет 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 послушайте вот эта дорога тоже вот послушайте вы обычные жители вас и уважают из-за возраста из-за вашей творческой работы вы писателя вы наоборот должны например хороший показывать мало то что они хотят закрыть территорию и лишить доступа к своим домам нынешним собственникам так они еще и хотят и снести все то что они здесь возводили своими руками включая мачта электро освещение которые стоят на балансе маэска мы пытаемся добиться чтобы данную территорию во первых взяли на баланс вот понятно что по электрице у нас уже есть как бы все хорошо в дальнейшем чтобы здесь разобрались то есть очень много проживает незаконных людей и также вот эти вот вот эти вот все дома они находятся многие в аварийном состоянии например вот этот дом непонятно там газовая труба у многих пристройки они просто аварийные походить посмотреть на нас надстроены предстроены и так далее то есть это все пожароопасно и так далее никто незачем не следить тут мусор просто тупо выбрасывается в лес то же самое в жаркое время все пожароопасно там спустись вниз там это все горы всего это это ничего не вывозится просто не вывозится на полу заброшенной электропостанции есть еще табличка с мало различимыми буквами вот здесь вот можно отыскать высокое напряжение чего-то ну как всегда короче не влезая убьет слышен гул работы каких-то электроприборов но зайти и посмотреть что находится внутри не представляется возможным и судя по всему здесь мало кто понимает что там вообще какое там стоит оборудование сколько ему лет кто его обслужит а самое главное не представляет ли вот это полу заброшенное здание какую-то опасность жителям которые живут здесь на праве собственности история конечно очень непростая понятно что у каждого есть своя правда но мочи надеемся что со временем все-таки точку в этом деле поставит закон потому что есть решение суда по которому это земли федеральной собственности именно федеральный центр должен решать будущее поселка что здесь будет находиться кто будет обслуживать это земли кто будет собирать с за то чтобы здесь ничего не сгорело не взорвалось и было благоустроено я надеюсь что все-таки решится в ближайшее время мы готовим запрос во все надзорные органы включая и рост имущества на балансе которых числятся эти земли и генпрокуратуру которая должна проверить состояние всех коммуникаций и тех обслуживающих организаций которые здесь работают на каком основании это делать за какие средства и как они выполняют свою работу и мы очень надеемся что в ближайшее время эта ситуация разрешится и мир и согласие снова воцарится на этой писательской земле